Друзья, всем большой привет! Спасибо, что зашли на мой канал и щелкнули на это видео. Меня зовут Настя, я снимаю ролики про макияж и косметику. Друзья, прежде всего я бы хотела обратить на это свое внимание и упомянуть это в своем видео, потому что оставлять это без внимания вообще нельзя. Все сейчас говорят про коронавирус, все сейчас, так скажем, встревожены ситуацией вокруг. И я тоже вместе с вами, я работаю из дома, я стараюсь, реально стараюсь никуда не выходить. Сейчас, сегодня я выходила на улицу, до этого я сидела дома 5 дней вообще никуда не выходя. И я не хочу про это говорить долго, потому что сейчас про это слышно из каждого утюга. Хочу лишь сказать, что мы все с вами вместе, не только мы с вами, не только ваша или моя семья, и не только даже Россия. Речь идет про весь мир, мы все вместе, мы справимся, пожалуйста, берегите себя. И давайте проживем это вместе, пройдем через это и выйдем обновленными людьми, более сплоченными и обязательно здоровыми. Итак, теперь немножко в другую сторону переходя. Хотела сказать, что надеюсь, это видео будет такой, знаете, хотя бы, ну, я очень постараюсь, чтобы оно было для вас такой радостной, отдушиной, когда можно хотя бы на несколько минут отвлечься от того, что происходит вокруг, и получить какой-то заряд позитива или что-то полезное, и просто немножко абстрагироваться от происходящего. И в сегодняшнем видео я буду вам показывать вот такой супер вообще весенний макияж. Он очень простой, сложным будет только тем, кто, возможно, начинает рисовать стрелки или не умеет рисовать стрелки. В остальном макияж очень простой, использовано было здесь два цвета, но если у вас есть один такой именно лавандный, то вы можете использовать его. Безусловно, вы можете использовать абсолютно любой цвет, красный, зеленый, бежевый, коричневый, какой угодно, золотой, это все будет смотреться именно так, как вам хочется. Просто, но со вкусом, очень как-то вот так вот элегантно. Мне очень нравится макияж. Он, с одной стороны, простой, с другой стороны, именно своим вот этим ярким цветом, сочным. Он играет как-то по-новому. Я очень надеюсь, что это видео вам понравится. Если так, то, пожалуйста, не забудьте поставить этому видео лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить будущие видео. Ну и давайте начнем. Ну что, ребята, я подготовлю свое лицо полностью к нанесению макияжа, увлажню губы с бальзамом и в качестве базы использую любимый праймер-вод от Smashbox, про который тысячу раз говорила, что он классно взбадривает кожу и затем все средства хорошо распределяются. Теперь я закрашиваю свои синяки персиковым корректором, как всегда. У меня сегодня от NYX наношу только на сами синячки. Для меня этот шаг как раз-таки подготовительный к нанесению последующего макияжа, потому что у меня сильно выражены синяки. Вы же можете его пропустить. Далее я очень хотела, чтобы у меня был сияющий макияж, в плане, чтобы кожа была такой супер сияющей, весенней, легкой. И поэтому, прежде чем наносить тон, я воспользуюсь таким хайлайтером от бренда Charlotte Tilbury. Я наношу его под тон, чтобы он сквозь него просвечивал. И он это реально делает, потому что он достаточно активно сияет. Я его наношу на все выступающие части лица и по центру лица в том числе, потому что все же я наношу его под тон, а не сверху. И поэтому я хочу, чтобы по всему лицу было вот такое здоровое сияние, чтобы кожа у меня выглядела максимально напитанной и увлажненной. Далее в качестве также базы я использую Porefessional от Benefit, но с блеском. Мне нравится эта версия больше, чем оригинальная, потому что она поры заполняет и она силиконовая. Поэтому обратите внимание, если вам не нравится силикон, то это средство вам не подойдет. Но оно меньше сушит, чем стандартный вот этот традиционный Porefessional в голубой тубе. Этот классно поры заполняет, но при этом сушит меньше, и поэтому нравится мне больше. Теперь я воспользуюсь своим любимым тональным средством. Это Sheer Glow от Nars. Оно уже давно есть на рынке, но я его просто обожаю. Это прям хороший такой тон, у него среднее покрытие. Но он не подчеркивает никаких шелушений, прекрасно сидит на лице, нет ощущения маски, безумно комфортный, хорошо покрывает, у меня вообще нет никаких нареканий. Я пользовалась им в день свадьбы и прям не могу устать его рекомендовать, если вы хотите прям не BB крем, а вот какой-то реально хороший тон. Затем любые недостатки, которые остались, я перекрываю консилером. Сегодня у меня от NYX консилер, которым я очень давно не пользовалась, и когда-то давно он мне очень нравился. У меня с тех времен в запасе остался вот этот тюбик, и я его раскрыла. Вы знаете, могу сказать, что раньше он нравился мне больше, чем нравится сейчас, хотя он тоже неплох, особенно с учетом того, как он стоит недорого. Я его наношу под глаза и вокруг крыльев носа, а также на какие-то участки, где у меня поступают несовершенства, типа покраснения какие-то. Туда я тоже его наношу и растушевываю той же кисточкой дуафибра, что наносила тон. Теперь коррекция будет кремовая с помощью стика от NYX, который я тоже очень давно люблю, у него очень хороший цвет и консистенция. Плюс он, когда растушевываешь его, он не снимает под собой слой тонального средства, что очень круто и не так часто встречается. Я нанесла его на скулы, а также около висков и под нижнюю губу. То, что я нанесла его на виски, визуально вытянет глаза и сделает их более соблазнительными. Скульптор под нижней губой сделает ее визуально более пухлой. Ну, а скульптор под скулами сделает их, так скажем, более такими провальными. Ну, в общем, сделает наше лицо более худым, грубо говоря. Румяна также я буду использовать кремовые. Это тинт от OK Beauty в цвете Safari. Безумно вообще мне понравился. Очень классная консистенция. Опять-таки цвет безумно крутой на каждый день подойдет. Его можно на глазах использовать, на губах использовать. Он такой, знаете, не прям такой жирный, и поэтому его можно и на глазах тоже использовать. И вообще он очень классный. На губах он не сушит, и я его прям обожаю на каждый день. Это прям вообще просто супер. Теперь закрепляю все, что мы сделали пудрой от Wet n Wild. Опять-таки любимая моя пудра, очень похожа на Mineralize Skin Finish от MAC, только в 10 раз дешевле. И такого же мелкого помола, шелковистая, не сушит и не подчеркивает никакие шелушения. Тоже безумно крутая. Хайлайтер сегодня будет сухой. Как ни странно, я усиливаю эффект, который мы создали жидким хайлайтером под тоном. Теперь я дублирую хайлайтер с сухим средством. Это Belarus Cosmetics Hollywood Highlighter, как-то так называется. Наношу его, собственно, на скулы, на подбородок и над галочкой над верхней губой. Более никуда не наношу, потому что мне хочется именно в этих местах усилить хайлайтер. В остальных пусть немножко проглядывает изначально жидкое средство, которое мы с вами наносили под тон. Теперь закрепляем весь эффект спреем от Caudalie Beauty Elixir. Безумно нравится мне это средство, потому что очень круто пахнет, немножко как будто реально подтягивает кожу. И, конечно, растворяет все пудровые частицы, и макияж выглядит более естественным. Для проработки бровей я воспользуюсь гелем от бренда Пупа. Сначала я просто прочесываю этим гелем брови, но затем я беру вот такую скошенную плоскую синтетическую кисть. На эту кисть я набираю гель прямо с щеточки. И вот таким вот образом, как вы сейчас видите, отрывистыми штрихами я прорабатываю бровь. Что мне это даст? Это даст мне более натуральный эффект полной брови и такой, так скажем, волосатой. Ну, вот сейчас вы можете увидеть разницу между левой и правой бровью, которая правая проработана была, а левая нет. И мне очень нравится этот эффект, потому что получается естественно, не нужно много средств, и вообще мне нравится, да. Теперь я уже перехожу к макияжу глаз. Сейчас возьму базу под тени от бренда Nars, потому что она очень классная и классно все на себе держит. Как вы могли заметить, при растуживке консилера, консилер я также нанесла на верхнее веко. Сделала это специально потому, что база прозрачная, а мне хотелось все венки скрыть. Потому что у нас с вами будет сегодня вот такой вот яркий макияж и каких-то проступающих вот таких вот венок или покраснений мне в нем совершенно видеть не хотелось, потому что это может испортить весь этот макияж. Так вот, я выбрала вот такой вот яркий фиолетовый цвет, но вообще-то я хотела, чтобы он был лавандовым. Поэтому, что я сделала, этот фиолетовый оттенок нанесла на все подвижное веко, даже на складку века и нанесла также на нижнее веко. А затем взяла вот такой вот белый цвет теней и уже пушистой кистью, во-первых, я этот белый цвет наслаиваю сверху на фиолетовый, а во-вторых, я этой пушистой кистью с тенями на ней белыми растушевываю всю нашу, всю нашу тушевку, все наши тени, чтобы все это было такой вот лавандовой весенней дынкой. И затем финальным штрихом я ставлю блик во внутренний уголок глаза тем же хайлайтером, которым пользуюсь на лице, после чего я прокрашиваю ресницы верхние и нижние, начинаю, как всегда, с нижних, после чего перехожу к верхним. Здесь вы, безусловно, можете использовать накладные ресницы, будут очень красиво смотреться пучки во внешних уголках глаз. Затем я решила добавить стрелку, потому что макияж достаточно яркий, хочется его как-то облагородить и, так скажем, сделать более носибельным, немножко адаптировать для жизни, и для этой цели всегда подходит окружение какого-то яркого цвета нейтральными цветами, коричневым, черным, бежевым, золотистым, вот чем угодно. Соответственно, вы можете этот макияж дополнить какими-то тенями нейтрального цвета. Я же решила нарисовать просто черную стрелку. Это, во-первых, как я уже сказала, сделать макияж более пригодным для носки в обычной жизни, плюс это подчеркнет вот этот яркий лавандовый цвет, потому что у нас будет контраст между ним и черной стрелкой. Для прорисовки стрелки я воспользуюсь жидкой подводкой от бренда The Balm, который называется Shuin. Очень давно хотела попробовать и не зря. Очень классная кисточка, удобная и очень матовый, черный, бархатный получается цвет. Прям супер круто. Для губ я воспользуюсь карандашом от бренда Charlotte Tilbury в цвете Pillow Talk. Я подчеркиваю им губы, а также закрашиваю всю поверхность губ и сверху воспользуюсь бальзамом, точнее блеском от бренда Wiggen Sobo, который просто добавит нам глянцевого эффекта. К сожалению, не знаю, можно ли купить этот блеск сейчас, но поверьте, таких блесков вы можете найти в каждом бренде. На этом наш образ готов. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось. Если так, то, пожалуйста, не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить будущие видео. И всем до встречи, всем пока!